Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами сопровождался постоянными проверками. На сегодня значимых проблем в работе системы нет, а все возникающие вопросы оперативно решаются. Отрабатываем в разных системах и режимах все жалобы, связанные с обращением с твердыми коммунальными отходами. Какие-то вопросы требуют только локального решения, ситуативного. Какие-то настроек всей системы мы эти настройки делаем. Были приняты решения относительно социальной поддержки различных групп населения. Понятно, что как любая абсолютно реформа, новая модель, она какое-то время требует постоянных корректировок и обращения к ней вновь и вновь в целях совершенствования. На сегодняшний день в Нижегородской области построены пять современных комплексов обработки и размещения твердых коммунальных отходов, которые полностью отвечают требованиям природоохранного законодательства и обслуживают 90% населения региона. За счет субсидий в почти 400 миллионов рублей из областного бюджета до конца 2019 года будет закуплено 3163 контейнерных площадки, 7641 контейнер, 484 бункера. Кроме того, на повестке вопрос о ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт в Нижегородской области». Основная мера поддержки проекта – программа повышения корпоративной конкурентоспособности. Это компенсация 4,5% пунктов по кредитам экспортеров, которые будут направлены на инвестиции в производство. На сегодня все меры государственной поддержки, которые существуют, это компенсация затрат на оборудование, это компенсация процентной ставки по кредитам и добровольной сертификации продукции. Эти компенсации в приоритетном порядке все предоставляются экспортерам. Еще один вопрос заседания – реализация органами исполнительной власти полномочий в области пожарной безопасности. Относительно показателей в расчете на 100 тысяч населения с другими регионами страны остаются достаточно высокими. И в этом направлении работа будет усилена. Алена Зеленкова, Дмитрий Засухин. Время новостей. Алена Зеленкова, Дмитрий Засухин.